Всем привет! Новый день и, как всегда, любой новый день я начинаю с моим любимым кофе с маслом. Орхидея моя цветет и пахнет. Спасибо всем за комментарии, которые вы давали по поводу того, как ухаживать. Все совпадают с интернет-информацией и с вашими рекомендациями. Благодарю вас! А у нас на улице вот такая погода, смотрите, прям дождливая и прохладная, а мы сегодня собрались на пикник. Ирина с мужем нас пригласили сегодня к себе на дачу. У них есть дача, и там, говорит, приезжайте что-нибудь по гриле. Вот, а у нас в прошлый раз день рождения был дождь, и сегодня собрались пожарить тоже дождь. Ну, что ж, надо привыкать. В Германии вот такая вот погода. Кстати, это то, что мне очень не нравится, и вот это не потому, что это Германия, так расположена Германия. Из-за этих резких перемен у Владика частые скачки, давление и головка болит. И мама очень себя нехорошо чувствует, у нее тоже на суставы прям сильно влияют, на сосуды. Так что прям, прям беда с этой погодой. Что, Бусечка, привязать? Да. Ну, хорошо, сейчас привяжу, да, давай, и поеду. Да, садись, сейчас мама привяжет, сейчас. На, все, тем-темики, пока-пока, мои сладкие. Похоть дождик закончился. Да. На голову не будет ничего капать. Там есть навесик. А, есть, да, навесик. Роман был уже в гостях, а я еще нет. А это еще, это еще Родлинген или это за город? За город. Это еще Родлинг. Адрес Родлинг. Мадридон какой. Интересно. Красоты. Все, приехали, мы ждем. Сейчас нас Ирина встретит. Дальше я вам, наверное, ничего не сниму. Потому что, потому что нельзя. Класс вообще. У меня, знаешь, какая самая большая проблема была? Трубу найти. Вот в Украине есть проблема трубу найти? Нет. А здесь такая проблема, знаешь, или где нашел? Нет. Это выходная труба от машины. Да ладно. Я заказал в автомагазине, отпилил. Ммм. Ой, зайчик. Сонненький. После такого длительного паузы, да, сынок? Не хочется идти. Ты молодец. Ты позанимаешься, как обычно, а мы тебя будем ждать очень недолго. Ой, ты боже мой. Давай. Все, любимочка моя, пока-пока. Четыре часа свободного времени, пока Владик в школе у меня есть. Займусь своими делами важными. Сейчас я занимаюсь одним проектом. Не буду говорить, каким. По ясным причинам. Потому что есть много недоброжелателей у меня. В зрителях. Поэтому расскажу уже потом. Потом, когда все получится. Вчера были на даче. Слушайте, я себе вчера устроила выходной. Даже камеры не брала, потому что. Ну, потому что YouTube это тоже работа. Это тоже непросто. И вчера прям так мы классно, душевно посидели. Вот как дома. Вы знаете, вот мы вчетвером. Вот Ира, Артур. Ну, это муж ее. И мы так, ну, мы с Романом. И прям, так вот, гриль. Такая природа. Такая душевная компания. Вот как будто домой вернулись. И прям вот как будто окунулись. Вот. Прям в такую среду. Где все спокойно. Где нет войны. Где все хорошо. Прям. Ирочка, если смотришь, спасибо тебе еще раз. За такую приятную компанию. За такую возможность. Я там еще и понабрала себе домой зелени разной. Тут еще, смотрите, сколько. Это мята. Боже, как она пахнет. Я уже вчера пила чай. Сегодня еще буду. Просто божественный запах. Такой успокаивающий. Я обожаю мяту. Все знают, кто на нее давно подписан. Что я очень люблю мяту. Вот. Так что прям отдохнули вот душой и телом, можно сказать. А потом, кстати, Ира говорит, а что ты не снимала. Я тебе говорила, я думала, нельзя. Она говорит, нет, можно. Так что обязательно на следующий раз, когда поедем, я вам еще сниму эту прекрасную дачу. Там она так сделала с такой любовью, с такой прям заботой. Так все красивенько, аккуратненько. Это прелесть. Конечно, когда вчера мы вернулись из дачи уже вечером, пока были на даче, у меня не было интернета, а видео я загрузила еще днем. И оно как бы автоматически вышло уже время. И я пока была на даче не читала комментарии. Я уже по возвращению домой открываю. Боже, столько говнища в комментариях. Я прекрасно понимаю, что половина из того, что там есть, это боты. Это уже всем известный факт. Ну, работает хорошо, да. Спецоперация российская. Но половина однозначно это реальные люди, которые вот так агрессивно, вот с такой ненавистью поддерживают все, что происходит. И всю свою, вот эту агрессию вылили на меня лично. Я уже не выдержала. Я говорила, что я не удаляю комментарии. И это правда. И когда комментарии направлены на меня лично, какие-то вот такие, ну, например, да, кстати, я заблокировала панду, заблокировала вот эту нишу, которая жила великого ученого. Я их не блокировала до этого, потому что все, что они писали, не имело ко мне никакого отношения. Ну, старая маразматичка и одна и вторая, я понимаю прекрасно, что там, когда они затрагивали мою внешность, какие-то там моменты по хозяйству и так далее, я прекрасно понимаю. Это какие-то психологические проблемы, неудовлетворенность личной жизнью, неудовлетворенность как женщин, скорее всего, потому что никогда красивая, сексуальная, уверенная в себе женщина не будет затрагивать внешность другой женщины, потому что счастливые женщины, которые вот окружены мужской любовью, вниманием и уверены в себе, они видят во всем, во всем и везде красивые. И внешность, это настолько индивидуально, и когда всегда говорят там страшное, там еще что-то, это показатель того, что женщина сама неудовлетворена собой, да, и в жизни у нее все хорошо. Я думаю, ну, бабкам и так не повезло, пусть потешутся, хорошо, за счет меня я только рада помочь людям. Но когда вчера они откровенно позволяли себе агрессию и проклятие в мою сторону, в сторону моего народа, я говорила, что комментарии по поводу войны, они для меня очень болезненны. Я ни разу, все адекватные люди, которые меня смотрят, они знают всегда, сколько бы я ненависти в своих словах, сколько бы боли не направляла в сторону армии, в сторону военных действий, я всегда направляла именно в их сторону. Я ни разу не оскорбила какой-либо отдельный народ, я ни разу не оскорбила национальность. Я всегда говорила, что я презираю людей, которые поддерживают войну, и презираю действия солдат российских на территории моей страны. Это правда, и я всегда буду говорить, и я всегда буду испытывать эти чувства. Но личных оскорблений к людям у меня никогда не было. И поэтому то, что произошло вчера, когда на меня и на мою семью, и на моего ребёнка посыпались проклятия, что за то, что у меня есть, как у матери, страх за своих детей, мне начали сыпать, что теперь ты ответишь, и тебе, и твоей семье всё вернётся, я этого не потерплю. И, конечно же, такие комментарии я буду удалять. Вот таких людей, как панда и Мишка, учёные все, я буду блокировать. Я не буду блокировать, я же говорю, вот этих просто неудовлетворённых людишек, которые позволяют как-то оскорблять. Это ваши проблемы. Таким образом вы показываете свою сущность и мою сущность. Можете развлекаться, я вам даю полную свободу на своём канале, в своих комментариях. Но когда затрагивается моя семья, мой народ, сразу бан. И потом не удивляйтесь, где пропали комментарии. Ну, кстати, половина комментариев, когда пришла и посмотрела, там было 200 с чем-то, а потом по факту было меньше. Ещё некоторые комментарии удаляет сам Ютуб. Я представляю, что там было написано, что Ютуб сам удаляет такие комментарии. То есть там такая уже была гадость и такая грязь, что, наверное, хорошо, что я их не читала. Я остаюсь верной прежде всего самой себе и честной перед самой собой. Это канал не про политику. Это канал о моей жизни. И в моей жизни случилась война, которая разрушила мою жизнь, счастливую мою жизнь, достаточную, самодостаточную. И я буду говорить о том, о чём у меня болит. Я буду показывать то, что хочу. Сегодня я хочу поделиться вот таким настроением, а завтра у меня так болит, что я хочу это высказать. И я буду это делать. Кому не нравится, скатертью дорога. А вам, мои дорогие, хорошие, самые замечательные люди на свете, самые добрые, желаю мира, любви, благополучия и спокойствия. Пусть у вас дома всегда будет всё хорошо. И пусть всегда будет у вас дом. Субтитры подогнал «Симон»